МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Половина самолётов МС-21 могут оснастить двигателями ПД-14, другую американскими. О планах рассказали в корпорации Иркут. Запланированные затраты вырастут. Метафракс вложит 1,5 млрд. рублей в запуск производства Дипента и Ритрина. В Прикамье выросло количество безналичных операций. Кроме того, снизилось число операций по снятию наличных денег с банкоматов. НРБК новости Прикамье. Снайслав Загайнов. Здравствуйте. В серийном производстве новых российских пассажирских лайнеров МС-21 могут быть использованы как американские, так и пермские двигатели. Согласно скорректированным планам корпорации Иркут, почти половина из первых 630 самолётов будет оснащена ПД-14, сообщает издание Коммерсант. Иркут и американская Прат-Эн-Витни согласовали условия поставок серийных двигателей для МС-21. При этом на 315 машинах может быть установлен российский двигатель без дополнительного согласования с американцами, пишет издание со ссылкой на источники в отрасли. Изначально планировалось, что серийное производство самолётов начнут с двигателями Прат-Эн-Витни. С 631 самолёта выбор двигателя останется на усмотрение заказчика, уточняют источники Коммерсант. При этом ранее сообщалось, что ключевой заказчик Аэрофлот получит все МС-21 с американскими двигателями, а у Рэд-Винкс из 16 самолётов только 4 воздушных судна будут оснащены ПД-14. На прошлой неделе глава Иркута Олег Демченко сообщил, что МС-21 будет ремонтизирован двигателем ПД-14 в 2019 году, и к 2020-му корпорация будет готова начать лётные испытания двигателя. Пермские моторы намерены начать серийное производство ПД-14 в 2019 году. По уточнённым данным информагентства Интерфакс, компания Метафракс вложит 1,5 млрд рублей в запуск производства депента и ретрита. Таким образом, затраты на техническое вооружение окажутся на полмиллиарда больше, чем ранее компания сообщала нашему телеканалу. Метафракс уже отмечал РБК, что все работы в рамках техперевооружения будут выполнены за счёт собственных средств предприятия. Они пойдут на переоснащение производства пента и ретрита и формиотонатрия, что позволит увеличить объём выпуска продукции и освоить производство нового продукта депента и ретрита. Как сообщает Интерфакс, проект планируется завершить до конца 2020 года. В частности, до середины 2018 планируется разработать рабочую документацию на производство нового продукта и заказать необходимое оборудование. Объёмы выпуска депента и ретрита компания не уточняет. По оценкам предприятия, модернизация также позволит увеличить и выпуск пента и ретрита до 27 тысяч тонн в год с нынешних 24, формиотонатрия до 18 тысяч тонн в год с 12 тысяч тонн. Три из четырёх пермских банков показали снижение объёма активов по итогам прошлого месяца. Список крупнейших российских кредитных организаций подготовило агентство Реарейтинг. Отрицательная динамика в июне-июле зафиксирована у Проинвестбанка, Банка Перм и Урал-ФД немного улучшил показатель Почтобанк, рост в полпроцента. Что касается динамики с начала года, то наибольшее падение почти 17,5% у Проинвестбанка. При этом эксперты отмечают, в целом в июле российский банковский сектор показывает рост активов как в номинальном, так и реальном выражении. Объём в номинальном выражении за июль, по данным Банка России, увеличился более чем на полпроцента или на полтриллиона рублей. Таким образом, июль стал четвёртым подряд месяцем с положительной динамикой. Однако некоторые эксперты считают, что рост сопоставим с реальной инфляцией. Кроме того, по оценке генерального директора Проинвестбанка Александра Воронцова, также он неоднороден и по своему составу. Основной рост показывают игроки первой десятки, банки же с 10 по 50 место, пока ещё только учатся жить без господдержки. По мнению специалистов, учитывая неравномерность исполнения бюджета всех уровней, основные расходные операции которых приходится на третий, особенно четвёртый квартал, рост сохранится. Однако серьёзным фактором влияния, которое может внести неопределённость в процесс, является ситуацией с одним из крупнейших на сегодня банков. Открытие, которое, по некоторым данным, в ближайшее время может перейти под контроль Центробанка. Количество безналичных операций в Пермском крае по итогам первого полугодия выросло более чем на 13% и достигло 184 миллионов транзакций. Данные приводит Центробанк. Согласно аналитике регулятора, по итогам первого полугодия, в прикамье с использованием безналичных платежей было совершено операция на сумму почти 300 миллиардов рублей. Изменилось и соотношение безналичных операций и операций по снятию наличных денег. Если в первом полугодии 2016 на безналичные операции приходилось 80% и 20% на снятие наличных денег, в аналогичном периоде 2017 года количество безналичных платежей выросло на 3%, а операции по снятию наличности настолько же сократилось. По мнению экспертов Центробанка, увеличение безналичных платежей в Пермском крае способствовало развитию розничной платежной инфраструктуры. В данный момент в Прикаме находится порядка 48 тысяч электронных терминалов. Годом ранее этот показатель был на 5000 единиц меньше. Эти и другие новости на нашем сайте Пермарбисеру. В следующий выпуск новостей через час. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА